Игру из данного ролика можно приобрести по ссылке в описании. Итак, судя по скромной сюжетной зарисовке, игроки возьмут на себя роли следователей древних мифов и разных загадочных мест. А задачей будет свести с ума всех, кто с вами за столом. Игра длится несколько раундов, в течение которых участники будут получать вот такие кубики безумия, если что, получать их плохо. И если в конце раунда кто-то наберет 10 таких кубиков, то игра закончится и победит тот, у кого их будет меньше. Вот так выглядит подготовленная к старту на четверых игроков игра. Обратите внимание, что здесь есть 7 карт порталов. Каждому игроку выдаются по 2 карты мест в закрытую. И в центре выложены остальные карты мест вот таким случайным образом. Причем 17 случайных карт замешаны рубашкой вверх, то есть мы не видим к какому месту они относятся. А остальные выложены лицом вверх и каждое из них, каждое место пронумеровано. По-хорошему все эти карты нужно выкладывать вот так вот в одну линию. Но для экономии кадра, пространства в кадре я выложил вот так. То есть будем считать, что здесь у меня начало, а здесь конец одной большой линии. Все, можно выбрать первого игрока случайным образом и начинать игру. Итак, в свой ход игрок должен выполнить одно из трех возможных действий и дополнительно закрыть портал. То есть выполнить действия с карты портала, если он такой карточкой обладает. Три обязательных действия, одно из которых вы должны сделать на выбор. И так можно сделать упор на исследование. Что это значит? Это значит, что можно взять от одной до трех карт мест в руку вот из этого ряда. Причем брать их нужно по очереди слева направо. То есть вот сейчас мне доступны вот эти три карты. Я беру их и добавляю к себе в руку, не показывая ту карту, которая была закрытой. Я сам ее смотрю и никому не показываю. Предела у руки нет, можно держать сколько угодно карт. Для чего это делать? Допустим, остальные игроки тоже походили, что-то там сделали. Мой следующий ход наступил. Другой вариант действий. Я могу открыть портал. Ну, для того, чтобы открыть портал, мне нужны три, как минимум три одинаковые карты по значению. Допустим, у меня есть еще вот эта карта. Итак, чтобы открыть портал, вы сбрасываете от одного до трех наборов из трех или более одинаковых карт. То есть у меня есть вот так два набора по три одинаковых карты. Я эти карты сбрасываю и беру соответствующие им порталы. То есть вот так десятый кладу перед собой и двенадцатый выкладываю порталы перед собой. Теперь, так как у меня есть эти карты, я могу дополнительным действием использовать свойства, которое здесь написано. Не обязательно сразу использовать эти карты. Вы их оставляете у себя и можете, например, в следующий ход их использовать. Однако, знайте, что у вас их могут отнять. Если, например, другой игрок сыграет также три десятки, то он заберет у вас карточку портала к себе. Как если бы она здесь лежала, значения не имеет. Карта на столе, значит, ее можно забрать. Свойства эти довольно простые. Такие, как, например, сделать еще один ход. Посмотреть карты у соперника и забрать себе одну. Или взять любую карту из ряда и все в таком духе. Третий из возможных вариантов действия это опубликовать открытие. Смотрите, можно выложить до трех последовательностей из семи неповторяющихся карт. Например, вот у меня есть 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Семь карт. Это одна из последовательностей. Я ее сбрасываю. То есть, публикую свое исследование. При этом, как только вы это делаете, все соперники получают по одной фишке безумия. То есть, вы их так напугали своим исследованием. Но это еще не все. Остальные последовательности, которые будут открыты в этом раунде, как вами, так и другими игроками, заставят брать на один кубик больше. То есть, вот вторая последовательность, если ее другой игрок выложит, заставит всех остальных взять уже по два кубика. Третья по три, потом по четыре и так далее. Раунд заканчивается в одном из двух случаев. Если у нас вся вот эта вот колода закончилась, либо кто-то из игроков сыграл все свои карты. Например, вот я сыграл последовательность, у меня одна карта осталась. Раунд не закончился. Если бы у меня этой карты не было, я играю последовательность, у меня нет карт на руках, раунд тут же заканчивается. Таким образом, игроки ходят до тех пор, пока не закончится колода или кто-то не сыграет все свои карты. То есть, раунд заканчивается в двух случаях. Если закончилась вот эта колода, либо кто-то смог сделать так, чтобы у него не осталось карт на руке. В первом случае, давайте рассмотрим на примере, что происходит, если у нас закончилась колода. У всех игроков есть еще возможность разыграть свои сеты и последовательности, как и в обычном ходу. И после этого, ну, к примеру, вот я еще могу разыграть, вот три карты одинаковые у меня есть, я могу сыграть их, получить вот эту карту. И, к примеру, у меня остался на руках вот такой набор карт. После этого все игроки получают по одному кубику безумия за каждую уникальную карту места на руке. То есть, в данном случае я получаю три кубика безумия за семерки, за девятку и за одиннадцатую. А теперь давайте представим, что я сыграл все свои карты, у меня на руках их не осталось. Этому игроку позволяется сбросить половину своих кубиков безумия, причем с округлением в большую сторону. Вот я могу сбросить в данном случае четыре кубика. И раунд заканчивается сразу же, то есть у игроков нет возможности уже разыграть свои сеты и так далее. И каждый другой игрок получает по одному кубику. И таким образом, если у кого-то из игроков собралось на этот момент десять или более кубиков, игра сразу же заканчивается и побеждает тот, у кого кубиков меньше. Если же десять кубиков еще не набрано, то начинается новый раунд с этапа подготовки к игре. То есть все вот эти вот карты возвращаются, карты порталов возвращаются на место. Отбирается 17 карт, которые переворачиваются вот так рубашкой вверх. И замешиваются в общую колоду, которая потом вот так вот размазывается по столу. Игрок с наибольшим количеством фишек безумия назначает первого игрока. И все повторяется до тех пор, пока у кого-нибудь не наберется десять кубиков. Мнение. Выглядит она мило. Приятный арт с юморком и мрачноватыми нотками. Здесь он мне нравится немного больше, чем похожий по теме в мирах Ктулху. Большие карты, правда нестандартного размера, 70 на 120 миллиметров. Протекторы подобрать будет сложновато. Пластиковые кубички и компактный размер коробки. Все это хорошо. Но по сути это конечно абстракт. То есть чтобы игра не обманывала ваших ожиданий, сразу вам скажу, что не надо ждать от нее полного погружения в атмосферу вот этого лавкрафтовского ужаса и безысходности. То есть то, что вы делаете в игре, это добираете карты, формируете из них сеты и ждете нужный момент, чтобы эти сеты разыграть. Иногда отбираете карты у соперников. Это приятный филлер, но не более того. Что касается меня, то я считаю, что эту игру стоит иметь в коллекции ради разнообразия. Она конечно звезд с неба не хватает, но игровой процесс у нее достаточно уникальный. А на сегодня у меня все. Играйте в хорошие настольные игры. С вами был Филипп, с любовью, канал Твой Игровой. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok